Всем привет! Меня зовут Соня, я этническая татарка. С возраста 14 лет я играю в руку для Цветхар. Сейчас мне 17. Это Лина, и она моя гитаристка. Мы даем интервью для канала «Штаб татарской молодежи». Я считаю, что независимо от нации, людям стоит меньше наблюдать за другими и больше следить за собой, складываться в свое творчество, в свое саморазвитие. Очень важно любить себя, уважать себя, и самое главное – это любить, уважать свое творчество, так как ваше творчество – это и есть настоящие вы. Я никогда не забывала о своей национальной принадлежности, но я родилась и живу в Москве все свои 17 лет. Я не единожды посещала Казань, я встречалась со своими родственниками, я посещала экскурсии, и это все очень колоритно. И это очень трогательно – встречаться со своими родственниками, обсуждать культуру, и просто вот общаться, и делиться чем-то разным. Я горжусь тем, что я татарка, но на самом деле я не считаю, что нация – это что-то особенное, но я очень рада, что я татарка. Я считаю, что твои границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека, но что касаемо образа, если кому-то что-то не нравится в своем внешнем виде, это не ваша ответственность, не ваша забота. Когда я училась в школе, это были худшие мои годы, потому что в этом месте меня очень сильно ограничивали во всем. И так случилось, что я потерялась, и я не могла понять, кто же настоящая я. И это происходило в том самом возрасте, когда подростки должны, так сказать, отделиться от круга своей семьи и сами понять, кто же они такие, без своих родителей, без своих друзей, вот кто сами по себе вы. Школьные годы были ужасными, я никогда не смотрела в зеркало, я вообще старалась на себя никак не смотреть, и это было очень тяжело. Я, правда, не понимала, кто я, и это все обосновывали тем, что это будет мешать моему обучению. Но на самом деле мне было так тревожно, я вообще была в полном смятении, и это очень сильно мешало не только моей учебе, это мешало, в принципе, всей моей жизни. Сейчас я учусь в колледже, где меня ни в чем не ограничивают, и у меня отличная успеваемость, и сейчас я чувствую, начала ощущать, кто на самом деле я, и я начала раскрываться по-новому, и у меня появилось время для учебы, и мне очень приятно учиться в этом месте. И вообще я занята на учебе, именно учебой, а не мыслями о своей внешности и вообще бесполезных каких-то вещах. Я не сторонница особо плохого пиара, который присущ нашим русским артистам в особенности, но я могу сказать, что мы довольно сумасшедшие люди, и если нам, допустим, предложат посередине учебного года бросить все, собрать свои вещи и уехать куда-нибудь в тур в другой город, мы вообще не размышляя, соберем свои чемоданы, встанем и поездим, потому что это очень весело, и вообще туры — это то, к чему мы стремимся. Так что я хочу, чтобы наша группа все-таки продвигала больше наше творчество без какого-либо очень плохого пиара, который только портит нашу репутацию. Так что я думаю, что мы делаем упор на наше творчество в первую очередь. Вообще стоит начать с того, что лидерство в рок-группе — это, наверное, одна из самых сложных позиций, которые мне когда-либо приходилось занимать в своей жизни. Я попала в рок-группу, когда мне было 14 лет, и это был просто переворот в моей жизни, и тогда я еще не понимала, какая ответственность лежит на мне, за себя, за мои действия и за действия моих коллег. Мы познакомились с Линой через социальную сеть ВКонтакте, она тогда искала вокалистку. Я откликнулась на это, прошла небольшой такой отбор, и попала в группу. И с тех пор мы уже два года рука об руку вместе делаем музыку, пишем, снимаем, и все делаем в основном вдвоем. У нас нет ни пиар-менеджеров, никого, то есть это все наша заслуга. Конечно, в первую очередь мы обе, я думаю, мечтаем самореализоваться и выйти на большую сцену, ездить по городам, давать концерты. Также мы обе очень хотим быть хорошим примером для маленьких детей, которые только формируют свой будущий путь, и они такие же потерянные, какими были мы когда-то, и они не знают, как двигаться, что им делать, и они всего боятся. И везде их притесняют, и им не дают вообще свободы никаких действий. Я хочу, чтобы, если сейчас нас слышат такие вот дети, которые хотят, допустим, быть такими, как мы, или как их кумиры, похожие на нас, я хочу, чтобы вы знали, что вам не стоит ничего бояться, и все в ваших руках, у вас все получится. В школе я была прям совсем не такой, как все. У меня были ярко-зеленые волосы, рваные джинсы, меня постоянно выгоняли с уроков, вызывали к директору, я постоянно прогуливала уроки, я вечно ходила на репетиции, и в итоге у меня плохой аттестат. Но это не имеет значения, потому что сейчас я довольна, потому что сейчас я имею достаточно скиллов, потому что я их развивала, все эти прогулянные занятия. И школа – это не самое важное в жизни, как говорят родители. Главное – знать, что вы хотите. Если вы хотите заниматься музыкой, надо идти заниматься музыкой, а не тратить время на то, что вам точно не пригодится в жизни. Татарской молодежи, да и вообще, в принципе, любой молодежи, я бы посоветовала никогда не тратить зря время, потому что оно бежит очень быстро, и на самом деле его очень мало. Ищите себе союзников, с которыми вам будет легче работать. Никогда ничего не бойтесь, у вас все получится, и никогда не забывайте, что ваша жизнь только в ваших руках, и вы творцы вашей истории. И чтобы как-то вас замотивировать на дальнейшие действия, мы с Линой хотим разыграть вот эту фирменную открытку, также наш мерч в виде наклейки и медиатора. Так что оставляйте комментарии, по поводу этого видео, и самый теплый комментарий получит этот подарок. Всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok